Сейчас я вам просто обзорно показываю пустые пакеты овощных культур, которые я сеяла на рассаду. Можете, в принципе, поставить на паузу и рассмотреть. Вот эту рассаду я вам не показала капустную, потому что она у меня уже в теплице стоит. Вот цветная капуста. И здесь, конечно, не все семена, не все. Там, где я брала часть семян всего лишь на посадку, то эти пакетики я уже убрала вместе с другими своими семенами. Здесь только пустые пакетики. Вот здесь все дыни, кабачки, огурцы, которые я сажала. Из огурцов Маша, Мурашка, Бабушкин, вот это Герман. Так, ну и все, потому что огурцов мне надо мало, я не стала много сеять их. Из томатов тоже не все, потому что то же самое я брала по нескольку зернышек всего лишь, по нескольку семян. И остальные пачки я просто убрала уже в коробку с семенами. Вот. Но из тех, что я высадила полностью, всю пачку, это японский трюфель, благовест, новинка Приднестровья. Так, ну и, по-моему, все, да. А остальные я высаживала, знаете, так вот, по пять, по шесть штучек всего лишь. Вот. Мяту, что я вам показывала, это вот эта мята овощная. Вот. Перцы тоже не все, а вот томат Золотой Сердце, Крайний Север. Да, вот эти старые семена как раз, они все хорошо взошли. Перец, напомню, я еще сеяла из магазинного перца, то есть покупала в магазине перчинки и оттуда семена извлекала. И, в общем-то, они сейчас хорошо растут, но какая будет урожайность, я не знаю. Так, ну а это цветочные семена, тоже здесь, конечно, не все пакеты, по-моему, я первоначально даже начала эти пакеты пустые выбрасывать, но, в общем, покажу, что осталось. Вот здесь портулак, портулак растет очень медленно, и то, в общем-то, красный и смесь, я их посеяла вместе, очень слабо развивается рассада. Так, ну вот здесь, смотрите, вот эти сорта, которые я вам показала в рассаде. И вот эти семена не взошли вообще, то есть вот эти два вида подсолнечника не взошли, как я ни старалась, в общем, ни одного всхода нет. Доротеантос, он же мезембриантенум, покупала семена в этом году, свежие, не взошел. Примула погладь меня не взошла, посеяла я где-то, наверное, в феврале, и я стратифицировала семена. Ни одного всхода нет. Дальше, розелла, то же самое, ни одного всхода нет, это махровая примула. Семена вроде бы свежие, все условия были выполнены, плошка в холоде стояла с посеянными семенами очень долго. Потом я просто плюнула и, в общем-то, эту землю использовала для других цветов. Вот этот двухцветный львино-зеф антуриум. Но, знаете, в прошлом году он сходил, в этом году уже не захотел все. И не взошла вот эта пеларгония, черный бархат. Я тоже семена и горячей водой обрабатывала. Не взошла пеларгония именно вот эта. Черный бархат вот с коричневыми листьями уж очень хотел с ней ее иметь. Ну, да ладно, в принципе, ничего страшного нет. То есть вот это все не взошло. Решили выкопать чеснок, который рос у меня на грядке. Ну, остался с прошлого года. В общем, грядку надо было перекопать, чеснок мешался. И вот, смотрите, довольно хорошие чесночины, но мелкие есть. Вот он, чесночок. Как я его пропустила, не знаю. Ну, такое бывает. И что я сейчас делаю? Я обрабатываю клубнику сейчас. То есть удаляю сорняки, взрыхляю почву. И есть пустые места. И, в общем, я сюда втыкаю чеснок. Чеснок хорошо сажать с клубникой, но, конечно, это вопрос спорный. Некоторые говорят, толку никакого нет. Вот. Но у меня нет другого места. Вот так. Потому что вот там, где у меня чеснок растет, вон он, на той грядке. Он, конечно, поменьше. Но это чеснок вот с осени я посадила, а зимой. Там места нет. Поэтому туда втыкать где-то я не могу. А здесь, в общем-то, место позволяет. И вот я сейчас как раз этим и занимаюсь. Как говорится, что вырастет, то вырастет. Земля очень влажная, даже поливать не надо. И на улице прохладно. Я думаю, что он укоренится без проблем, не завянет. Вот смотрите, значит, помните, вот здесь я вам показывала, у нас росли кустарники. Черноплодка и две вишни войлочные. Вот мы их отсюда убрали. Напомню, кто не смотрел, мы посадили их вот туда, к забору. Так вот смотрите, какой большой участок здесь образовался. Вот у меня Вадик сначала лопатой все перекопал. Не стал перекапывать возле деревьев, потому что там уже корни начинаются. И потом прошелся мотоплугом. И вот у нас появился, в общем-то, еще один большой полезный участок. А раньше нам вот эти кустарники очень здесь мешались. И, в общем-то, я, ну, так скажем, не знала, чего около них посадить. И было очень неудобно. А теперь, вот смотрите, вот такой участок. И что мы решили? Я мужу предложила, он у меня за картошку отвечает всегда, я ему предложила занять вот этот участок под картошку. Мы купили картошку Галла, сорт Галла, на нашем рынке. Картошка из Ростова. Сорт очень хороший, немецкая селекция. Сейчас она у меня в гараже пока. Ну, как мы только ее вынесем сюда, я вам ее покажу. Вот она уже с ростками, пророщенная. Мы ее в ящики высыпали, но сюда пока не принесли. В общем, смотрите, мы картошку сажаем на одном и том же поле. И уже у земли усталость, конечно, наблюдается. Поэтому мы решили часть картошки посадить вот сюда. Вот. То есть я мужу отдала этот участок под картошку. Вот здесь, вот здесь, между деревьев, чтобы не пустовало место, здесь же нельзя картошку посадить. Я какую-нибудь зеленуху сюда пущу, пока не знаю. Или, может, цветочки какие-нибудь, там, бархатцы, или что-то такое примитивненькое, чтобы деревьям не мешалось. В общем, пока не знаю. Вот это вот место мое, так скажем. Так, и, значит, пойдемте покажу. Значит, вот здесь, вот здесь. У нас же всегда картошка росла. Сейчас вот здесь немножко бардачок. Я вам рабочий процесс покажу. Вот это вот место, вот от кустарников и вот до тех кустарников. У нас здесь картошка. Всегда. И, значит, чтобы немножко отдохнула земля, в общем, вот Вадик мне вот здесь разровнял место, ну, столько же, сколько вот там, на новом участке. И он вот этот участок отдал мне. Говорит, сажай, чего хочешь. В общем, здесь я сделаю грядки. Сейчас пока он мне только мотоплугом перепахал. Земля очень тяжелая после дождей, поэтому возиться с землей пока не очень-то легко. Видимо, завтра или послезавтра я выйду, расформирую здесь грядки, подумаю, что я здесь буду сажать. А дальше пойдет у нас картошка. Мы много картошки не сажаем, нам как бы почти хватает. Значит, вот дальше будет, как всегда, картошка. В следующем году мы поменяем местами. Значит, здесь-то будут однолетние культуры. Мы картошку сдвинем сюда, то здесь будет картошка. А мне вот такой же участок, Вадик перепашет с той стороны. То есть я в следующем году там буду что-то сажать. Вот. И таким образом вот мы сделаем такой небольшой севооборот, потому что, ну, другого места для картошки нет все равно. Поэтому, ну, хотя бы частями мы будем вот так менять место. Частями. Я ему предлагала около забора мне какую-то грядку длинную сделать, но он сказал, тебе там будет неудобно ухаживать. И действительно, картошка разрастется, я потом там просто не пройду. В принципе, он правильно сказал. Вот. А вот здесь грядочки рядом с водой. Вот вода у меня здесь в бочке. Рядочка. Будет удобно ухаживать. Вот такие дела. У нас холодно. Очень холодно. Поэтому мы вышли всего сегодня поработать на полдня. Вот. И сейчас уже, в общем-то, обед. Пойдем домой греться. В теплице. Значит, смотрите. Сейчас я вам теплицу покажу. О, щавелек уже лезет. Я тут чуть-чуть порядок навела, но еще надо в землю взрыхлить. Вот у меня щавеля немного. Вот перед теплицей. Вот здесь. Ну, мне этого вполне достаточно, чтобы щи сварить и на зиму заготовки сделать. Так, значит, вот я купила для клубники спонбонд. Вот здесь тепло. Дымка, иди погрейся. Дым. Дымочка, не хочешь? Не хочет. Так, купила спонбонд. Такой плотный. Ой, камера запотела. Так, я вас немножко протерла. Так, надеюсь, нормально все будет. Так, ну вот, хотела сегодня заняться, а надо удобрение подкупить. В общем, рассаду я начну сейчас уже выносить, потому что здесь Вадик мне все уже перекопал. Вот, смотрите, опять вы у меня потеете. Дымочка, ты здесь останешься? Дым. Я же хочу закрыть теплицу-то, дымочка. Конечно, здесь тепло. Теперь ее отсюда не выгонишь, да? Ну ладно, спи. Да ладно. Оставлю щелочку тебе, спи. Ой, как хорошо. Почувствовал ребенок тепло, да? Тепло почувствовал. Сейчас я буду сеять морковь. Ну, во-первых, помощница уже моя на месте. Так, плоскорез мой тоже на месте. Значит, под морковь я планирую занять, наверное, три грядки. Может быть, даже четыре. Сейчас посмотрю. То количество семян я подготовила золу. Буду вносить ее сейчас. Подготовила азофоску и чуть-чуть перемешала с мочевиной. Тоже раскидаю. И, значит, так как у меня нет песка, я сюда набрала обычной земли из грядки и буду перемешивать с почином. Это средство, вы знаете, от морковной мухи. Ну, я каждый год так делаю. В общем-то, это порошочек. Правда, сейчас ветер, и он сильно рассыпается. Поэтому я вот так вот делаю быстренько. Вот, высыпаю целую пачку. Вот, это средство еще и хорошо от морковной мухи, от луковой и от капустной мухи еще. В общем, это все надо быстренько перемешать. Вот так. Получается такая бурдушка. Вот она, вот она бурдушка. Это хорошая приманка для морковной мухи. Ну, или для луковой, допустим. То есть, получается так. Если морковная муха начнет свой лед, ну, летать начнет в этом плане, то она, значит, будет вот эту гадость жрать. Ну, для нее это вкуснятина, наверное. В общем, она это все будет есть. Это для нее приманка. И ее личинки подохнут. Вот, надо хорошо перемешать. В общем, вот так. И вот эту смесь я буду по чуть-чуть насыпать. Уже можно до посева семян в бороздку. Можно после посева семян. Ну, чтобы это все контактировало прям непосредственно с семенами. Так, ну что, займусь я сейчас посадкой. Музыка. 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 кисель вот так сюда же можно добавить стимуляторы роста какие-то но я не буду добавлять у меня есть и пин допустим биосил есть вот я буду сеять так значит в чайник добавляю морковь морковь у меня вот такая детская сладкая значит из расчета пол грамма семян на квадратный метр примерно здесь полтора грамма то есть на три квадратных метра семян сейчас кладут мало естественно так высыпаем высыпаем в чайник и перемешиваем ну и все вот это я буду сейчас сеять бороздки теперь бороздки все присыплю вот этой земелькой полью и все морковь посеяна сегодня холодно кстати ну как холодно градусов 9 наверно но ветер я уж даже капюшон чик на дело а то в уши задувает значит смотрите позади меня вот другая грядка я ее взрыхлила сейчас хорошо внесла те же самые удобрения золу и так далее и в нее я уже буду сеять семена на ленте я вам как-то говорила уже какие семена я купила значит вот самсон одна из лучших сортов моркови по крайней мере это мой опыт московская зимняя вот такая на ленте и две пачки у меня есть императора тоже на ленте хочу тоже напомнить особенно начинающим огородникам дачникам под морковь пожалуйста никогда не вносите навоз и куриный помет перед посевом многие думают что он бешеный будет урожай на самом деле нет морковь получится вся корявая вся такая в бороде будет сама морковка будет очень мощная ботва в ущерб корнеплода ущерб урожая поэтому навоз и куриный помет вносится под предшествующую культуру то есть что-то вы там сажали с навозом и после этого на следующий год вы там будете сеять морковь морковь на ленте я буду делать бороздки вдоль грядки так будет лучше ну то есть легче конечно сеять и меньше рвать ту самую ленту все таки пускорез друзья это великая вещь да я без него просто не представляю никакие работы в огороде у меня плоскорез называется модернизированный правда грязный уж извините я его не начистила вам до блеска в общем у него за . с двух сторон с этой стороны вот с этой стороны и плюс еще носик заточен муж мне его подтачивает в течение сезона может быть раза три всего лишь на точильном станке в гараже у нас стоит вот вот это самый лучший пускорез в общем то у меня есть еще маленький пускорез у него вот это полотно покороче и ручка короткая вот им тоже удобно работать в общем-то в основном в теплице чтобы лишний раз вот этой длинной ручкой не стукнуть куда-нибудь по укрытию по тепличной очень классный инструмент напишите в комментарии ваше отношение к плоскорезу фокина является ли он вашим любимым инструментом или вы все-таки его игнорирует у кого больная спина особенно рекомендую потому что не нужно сильно нагибаться чтобы рыхлить почву чтобы сеять вернее делать бороздки для семян удалять сорняки и так далее в общем конечно это инструмент просто чудо чудо знаете сколько лет этому инструменту лет 20 сейчас я скажу так лет лет 15 лет в общем от 15 до 20 лет вот примерно вот такой возраст вот этому пускорез он выдержал все а я им работала еще на севере и сюда мы переехали и в общем то он еще целенький так вот Ну что, я морковь посадила. Редактор субтитров А.Семкин